У нас сегодня очень интересная тема. Мы говорим об иммуном факторе ранних репродуктивных потерь. Поделитесь о чем пойдет речь? На самом деле просто мы говорим сегодня о фундаментальном аспекте репродукции у млекопитающих, особенно у млекопитающих с гемохриальным типом плацентация. Это, собственно говоря, очень небольшое количество отрядов, то есть это приматы и наши дальние родственники грызуны, потому что мы отделились с ними когда-то единой такой веткой, потом разделились, то есть они пошли своим путем эволюционировать, вот эти крыски, мышки, это все. И приматы тоже идут в гемохриальной типе плацентации. Получается, что идет в очень агрессивной для организма матери среде внедрения плаценты, внедрения трофобласта, существования наполовину чужеродного плода в течение 9 месяцев в качестве успешного такого симбиоза, который, казалось бы, не должен существовать. Вот понятно, что в норме сосуществование происходит вполне адекватно, но одновременно любой врач, который понимает эмологические закономерности, которые лежат во взаимодействии двух разнородных организмов, понимает, что, в общем-то, здесь есть определенная конфликтность. И совершенно очевидно, что в целом ряде случаев эта конфликтность может выражаться и в определенной патологии. И вот эта патология, она очень значимая, и диагностика этой патологии тоже очень значимая. Если мы ее игнорируем или мы ее не учитываем, то, соответственно, мы имеем неполное представление о том, что происходит с супружеской парой и почему возникают те или другие проблемы. Причем мы можем рассматривать совершенно разные проблемы, которые касаются нарушения беременности, начиная от бесплодия неясного генеза, где проблема может заключаться в том, что неудачно происходит имплантация и остановка развития беременности, даже еще до задержки менструации, выражаться будет это в беременности, в ненаступлении беременности и будет диагностироваться как бесплодие. Это может быть невынашивание беременности на малых сроках, это может быть любая патология на больших сроках, это могут быть неудачные попытки игру. Если мы этот фактор недооцениваем, если мы не учитываем то, что проблема у пациентки может заключаться именно в этом, то, соответственно, наше и лечение, и диагностика будут не полностью эффективны. И здесь, конечно, это все очень сложно. То есть если мы говорим об этих факторах, которые связаны с иммунологией, то на первый взгляд кажется, что все это может быть такое понятное, но на самом деле все это достаточно сложно. И с одной стороны. А с другой стороны, в общем-то, разработана система и диагностики, и оценки тех результатов, которые мы получаем во время диагностики. Я хотел бы сегодня коснуться части тех проблем, с которыми мы сталкиваемся и которые мы успешно коррегируем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова